Министерством здравоохранения Российской Федерации издан приказ об утверждении перечня медицинских противопоказаний проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. Какие новые противопоказания вступили в силу, расскажет врач-инфекционист городской поликлиники Черкеска. Подробнее в репортаже Корчебиджиева. Новый штамм омикрон дошел до нашей республики. Он характеризуется тем, что у него короткий инкубационный период. Кратковременный контакт может привести к мгновенному заражению. Врачи предупреждают, что все симптомы характерны для простуды и ОРВИ. Боли и першения в горле, заложенность носа, насморк, повышенная температура, слабость, мышечные боли. А это означает, что без подтверждения лаборатории поставить диагноз коронавирусная инфекция невозможно, говорит врач-инфекционист городской поликлиники Черкеска Юлия Ионова. Поэтому вопрос вакцинации остается приоритетным. Многие пациенты до сих пор беспокоятся о противопоказаниях к вакцинации. И эти противопоказания не поменялись. То есть это наличие непереносимости одного из компонентов, которые входят в состав вакцины. Наличие в анамнезе тяжелой аллергической реакции любого характера, в смысле не только от вакцинации. Если у человека было на медикаменты, именно тяжелая аллергическая реакция. Такие, как анафилактический шок и отек к винке. Сыпь, зуд, как бы это не является тяжелыми реакциями. Наличие у человека в анамнезе тяжелой аллергической реакции на введение вакцины. Любой. В том числе и местного характера. В сопровождении повышенной температуры более 40 градусов все острые заболевания, инфекционные и неинфекционные. Обострение хронических заболеваний для определенных вакцин есть свое противопоказание. Более расширенные это онкологические заболевания, которые человек получает, какую-то терапию, химиотерапию. Нельзя делать таким пациентам эпивак и ковивак. Именно вот эти вакцины могут провоцировать рост этих заболеваний. Поэтому если у человека активное онкологическое заболевание, неважно какой локализации, именно эти вакцины не рекомендуются. Это не касается спутника, спутника лайт, только эпивака и ковивака. Нельзя эти же вакцины беременным и кормящим, именно эпивак и ковивак и спутник лайт. То есть беременным разрешен только спутник ВИ. Только на эту вакцину дали разрешение. Все вакцины отличаются по составу и механизму действия. Врач-инфекционист отметила, что это не должно останавливать людей. Есть специалисты, которые могут проконсультировать пациентов перед проведением вакцинации. Даже после того, как человек переболел, по окончанию шести месяцев он может сделать вакцинацию, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. Карчабиджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия.